С кем у вас ассоциируется организация Golden State Warriors? Дайте угадаю. Наверное, все-таки это Стэв Карри. И это вполне логично, ведь лучший игрок в истории данного клуба придет на ум большинству баскетбольных фэнов. На самом деле, это действительно очень забавная история, ведь всей этой династии, всех этих крутых событий и титулов могло бы попросту не быть. Все мог изменить один обмен в далеком 2011 году, когда будущее шефа в ГСВ было очень туманным. Команда нуждалась в качественном большом, а на позиции бэккорта было сразу два классных игрока, с одним из которых нужно было расстаться. Травматичный Стэв, который в сезоне 11-12 провел лишь 25 матчей, и другой, очень талантливый, но крайне специфичный защитник. Человек, способный обыграть любого баскетболиста НБА один в один, возможно, самый быстрый шутинг-гард того времени, Монта Элис. Вспомнили такого? Именно он спас карьеру Стэфа Карри и подарил династии воинов возможность стать одной из лучших в истории. Это звучит, конечно, грубо, но факт остается фактом. Сегодня мне бы хотелось поведать вам историю Монты Элиса, человека, которого принесли в жертву ради будущего лучшего снайпера в истории. Человек с неординарной судьбой и очень интересной карьерой. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола. Вы на канале Оранжевый Мяч, с вами, как всегда, Павел, и сегодня, по подсказке одного из подписчиков, я решил напомнить вам о карьере одного из самых неординарных атакующих защитников конца нулевых, начала десятых годов, Монты Элиса. Надеюсь, что вы поддержите данный выпуск, потому что чистота выхода подобного формата зависит, естественно, только от вас. Приятного просмотра! Монта Элис родился 26 октября 1985 года в городе Джексон, штат Миссисипи, в очень бедной семье. Маленький мальчик очень любил баскетбол, но, к сожалению, играть в него возможности у него практически не было. Элису в прямом смысле приходилось сооружать кольцо для любимой игры, из чего попало, из старых ящиков из-под молока или из мусорного ведра, когда те изнашивались. Старший брат Монты, Антвейн, был его примером и кумиром. Именно он научил Элиса играть в баскетбол, а также не обращать внимания на любые трудности, окружающие его на пути к мечте. К сожалению, Антвейн довольно быстро подсел на тяжелые вещества, что в районе, где жила семья Элисов, было распространенным явлением. Он оставил своего маленького брата без настолько нужного ему ориентира, потому что скончался. Но главные слова старшего Элис все-таки запомнил. Играй дальше, несмотря ни на что. И он играл. Да еще как. Баскетбол действительно был моим спасением. У меня не было детства, поэтому я отгородился от всего мира и лишь стучал моим потрепанным мечом в пол. Так говорил Монта Элис в одном из интервью. Он учился в старшей школе Ланье в своем городке. И стоит отметить, что любовь к баскетболу, привитой ему с детства, дала свои плоды. Ежедневные тренировки помогли Элису добиться значимых успехов в спорте. За 4 года обучения он дважды приводил свою команду к чемпионству в штате, набирая в одном из триумфальных сезонов, вдумайтесь, по 38,5 очков, 8 подборов, 7 результативных передач и 4,5 перехвата за встречу. Монта был особенным юношей, быстрым, техничным и нацеленным на набор очков. Он выделялся на фоне других ребят своей работоспособностью и менталитетом убийцы. За 4 года в школе Элис помог команде добиться сумасшедшего, итогового рекорда в 129 побед и всего лишь 16 поражений. Он занял второе место в истории по средней результативности среди старших школьников в своем штате, набирая по 29 очков за игру. И при этом был признан лучшим игроком 2005 года по версии издания EA Sports National. После такой успешной карьеры в школе Элиса быстро приняли в университет штата. Однако после совещаний с ближайшим окружением, Монта решительно засмотрелся в сторону НБА. Да, друзья, в то время, на дворе, как вы понимаете, стоял 2005 год, в лигу можно было попасть сразу же после окончания школы. Элис решил выставить свою кандидатуру на драфт и в принципе не прогадал. Хотя, несмотря на все таланты, проблем у молодого паренька тоже было немало. Да, он был сверхатакующим, разносторонним скорором с качественным броском, классным дриблингом и взрывной скоростью. Но при этом ростом всего лишь 191 сантиметр, что для атакующего защитника было маловато, весом 84 килограмма и отсутствием игры в защите как таковой. Исходя из данных вводных, было огромным успехом, что воины Золотого Штата таки выбрали его под 40-м общим номером драфта 2005 года. Элис отправился в организацию, которая находилась в непонятной, если честно, фазе перестройки и это было неоднозначное место из всех возможных для него вариантов. В команде уже были Джейсон Ричардсон, Берон Дэвис, Деррик Фишер и другие интересные гарды. Конкуренция была бешеная, но Элис был готов к трудностям с рождения. Дебютный сезон оказался тяжелым для совсем молодого парнишки. Монте смог принять участие лишь в 49 матчах, из которых только трижды получал возможность выйти в стартовом составе. Собрал скромную статистическую линейку в 7 очков и 2 подбора и в принципе в старте-то он выходил только в концовке сезона. Лучшая игра Монте как раз тогда и случилась. Он продемонстрировал все свои таланты в матче против Юта Джаз, в котором набрал рекордные для себя 27 очков. Этим перформансом он как бы показывал тренеру той банды, Майку Монтгомере, что должен получать больше доверия. Повлиял ли этот матч или же на то были другие причины, но уже во втором чемпионате в НБА Элис получил значительное увеличение игровых минут. А самое главное, возможность играть в стартовом составе на протяжении большей части сезона. Игра Элиса вдохновляла. Человек, не обладающий какими-то впечатляющими антропометрическими данными, тащил команду к первому плей-офф, внимание, за последние 12 лет. Ясное дело, что лидером коллектива он еще не был, но в столь юном возрасте показывать такую игру это действительно дар свыше. Монте набирал уже по 16,5 очков, отдавая по 4 передачи, собирая по 3 подбора и самое главное, начал стараться при игре в обороне, пользуясь своей скоростью и габаритами для молниеносных перехватов. В среднем по 1,5 за встречу. Три раза за сезон он набирал 30 и более очков. В феврале оформил 13 результативных передач в матче против Клиперс, а 17 марта 2007 6 раз перехватил мяч в игре против Сиэтла. Элис спрогрессировал настолько быстро, что у аналитиков и экспертов не было никаких сомнений. Это самый глобальный прогресс нынешнего сезона. За свою игру 21-летний защитник получит одноименную этому награду и будет готовить себя для дебюта в плей-офф. В первом раунде Golden State Warriors встретились с лучшей командой западной конференции, главным фаворитом в принципе того чемпионата по рейтингам самых известных аналитических изданий Dallas Mavericks. Войны же были веселой командой, которая с трудом пробилась в постсезон и от которой не ждали даже намека на борьбу. Однако, то что из этого вышло мы с вами прекрасно помним. Команда We Believe грохнула техасцев со счетом 4-2, окатила их ледяной водой и спустилась в небес на землю. Элис же был одним из важнейших звеньев той победы. Играл он не так много как хотелось бы, но за свои 26 минут в среднем на паркете выдавал хорошую эффективность и держался в принципе молодцом. Во втором раунде сказка той банды к сожалению закончится, но их победа, ставшая первой в истории НБА, когда 8-я осеянная команда обыграла первую, была легендарной. А Элис стал частью этой легендарной истории. В дальнейшем карьера Монте развивалась еще стремительнее. Он прогрессировал как скорор не по дням и по часам. В третьем чемпионате стал основным стартером команды, играя уже по 38 минут за встречу. Его навыки игры один в один поражали воображение. Монте был одним из самых быстрых, ловких и можно сказать скользких баскетболистов ассоциации. Он обыгрывал лучших оборонительных игроков на носовом платке, а его средний бросок был одним из самых эффективных на тот момент. Человек не умел бросать трехочковые, но вот со средней дистанции наваливал будь здоров. Об этом нам говорит его великолепный процент. 53 пункта реализации с игры, что для защитника тех лет уникальная история. 20 очков, 4 передачи, 5 подборов, 1,5 перехвата за игру. Статистика игрока около звездного уровня. Он занял 14 место в лиге по проценту реализации, 15 место по количеству перехватов и 25 место среди лучших скореров. В январе Монте Элис побьет личный рекорд результативности в матче против Нью-Джерси, в котором наберет 39 очков. А уже в феврале 2008 станет первым в истории игроком, который попадал 60% своих бросков на протяжении целого месяца. Войны одержали 48 побед на 34 поражения на смертоносном западе и с таким результатом не смогли пробиться в плей-офф даже с 8 места. Тем не менее, к Элису было мало вопросов. Да, проблемки в обороне были заметны уже тогда, но желание ему было еще не занимать. Поэтому атака Монте компенсировала слабую эффективность на своей половине. В руководстве были довольны своим защитником и в межсезонье 2008 года вывалили тому жирный контракт на 6 лет и 66 миллионов долларов. К сожалению, после его подписания уже в августе Монте Элис получает травму голеностопа и пропускает аж 3 месяца. Все бы ничего, травмы бывают у всех, согласитесь. Да только вот получил ее безбашенный паренек в аварии на своем мопеде. И самое страшное в этой истории, что Элис соврал об этом в изначальной беседе с руководством. Правда вскрылась чуть позже. И после такой лжи владельцы воинов затаили на Элиса серьезную обиду. Монту дисквалифицировали на 30 матчей с утратой заработной платы, хотя примерно столько он и пропустил бы из-за своей травмы. Потерял в данном случае наш парень только деньги. Он вернется уже в январе, проведет несколько матчей и пропадет вновь из-за неотложных семейных обстоятельств. Затем вернется 1 апреля, наберет 42 очка, рекордные в карьере, и принесет команде победу в овертайме над Сакраменто Кингс. К сожалению, после повреждения левой лодыжки в этом самом овертайме, он вновь пропустит много игр и остаток сезона проведет в лазарете. Всего за регулярку Элис не сыграл в 57 матчах, а как следствие, войны слили тот чемпионат ради хорошего пика на драфте. В том самом драфте 2009 года. Думаю, вы понимаете, о чем дальше пойдет речь. ГСВ, которые одержали 29 побед в минувшем сезоне, нуждались в молодом таланте, который поможет Элису и Джексону вывести команду из трясины. Ставка была сделана на хилого паренька с большим сердцем из университета Дэвидсона, талантливый разыгрывающий с элитным снайперским потенциалом, с крутым дриблингом, но без защиты, без физухи и без какой-то шикарной антропометрии. Никто и подумать не мог, что именно малыш Стеф Карри станет приговором для Монте Элиса в будущем. Как ни странно, с приходом в команду Шефа изначально ничего для Элиса-то и не поменялось. Он оставался железобетонным игроком стартового состава, играя как раз-таки вместе с Карри в интересном дуэте талантливых защитников. Опытный суперскорер Элис и многообещающий снайпер Карри. На бумаге звучит шикарно. Проблема только одна. Слабая оборона дуэта, которая бросалась в глаза невооруженным взглядом. Хотя Монте был великолепен. 25,5 очков, 4 подбора, 5 асистов и 2 перехвата в среднем. 30 ноября он наберет рекордные 45 очков в матче против Индианы. А спустя несколько месяцев побьет его же в матче против Далласа, в котором наберет уже 46. Фанаты просто обожали Элиса. Он был своим парнем на деревне. Его футболки были самыми продаваемыми в организации. Ради него и шли на игры, несмотря на отвратительные результаты. 26 побед к 56 поражениям. Это еще хуже, чем было за год до этого. Именно здесь мы и возвращаемся к оборонительным качествам Монте Элиса. Он был одним из худших защищающихся баскетболистов сезона. Не мог сдержать практически ни одного из своих визави. Не успевал за ними на ногах, ввелся на фейке, не добегал и банальным языком тупил. Если бы вы посмотрели сотню видеороликов о том, как Монте Элис играет в обороне, первое, что вам бросилось бы в глаза, это как легко его оппоненты ставят в тупик, просто меняя направление движения. Дело не только в том, что Элис постоянно рисковал, выбрасываясь на перехват, вместо того, чтобы дисциплинированно и внимательно защищаться. Даже когда он все-таки это делал, как положено, у него просто это плохо получалось. Такой вот неоднозначный итог получается. Кто-то называл Монте Элиса одним из трех лучших атакующих защитников лиги после Коби Брайанта и Дуэйна Уэйда, а кто-то бессовестным индивидуалистом, шутером-одиночкой, нулевым в защите и законченным эгоистом. Сезон 10-11 станет для Монте последним праймовым в карьере, по сути. 27 октября 2010 года он наберет 46 очков в победном матче против Хьюстона. Их дуэт с Карри становится одним из самых мощных атакующих дуэтов в лиге. Это правда выглядело круто, а Элис раз за разом наказывал команды соперников своими точными бросками. 7 февраля Монте наберет рекордные в карьере 48, но команда проиграет Оклахоме Кевина Дюранта. И в целом это поражение станет закономерностью. Да и не только это, а множество других. ГСВ были симпатичной командой, очень быстрой и здорово атакующей, но при этом полной дырой в защите. 46 поражений в сезоне и только 36 побед. Разговоры об обязательных изменениях становились все громче. Команда отчаянно нуждалась в качественном бигмене. И взоры аналитиков устремились именно на возможный обмен кого-то из лидеров. Сезон 11-12 Монте начинал в составе Warriors. И все эти слухи сводили его с ума. Да и Карри та история коснулась очень серьезно. Шеф мучился со своим голеностопом. Руководство было не до конца уверено в его будущем. Вследствие чего и сам Стеф начал верить в вероятность своего обмена. Фанаты были на стороне Элиса, кстати. Монте показывал настоящее волшебство. Он дарил хайлайты, очки и эмоции. А Стеф еще не успел стать своим. Было непонятно, что из него может вырасти. И их логику в целом можно понять. В конце концов, итоговое решение было принято благодаря главному тренеру той команды Марку Джексону. Он поверил в Стефа Карри и принял тяжелое решение, что расстаться придется именно с Монтой Элисом. Игрок будет обменен в Милуоке, а воины взамен заберут таки Эндрю Богута, который оставит свой след в истории франшизы. Сказать, что это был удар для Элиса, ничего не сказать. Но он был сильным человеком. Понимал, что справится с любым испытанием на своем пути. Стеф Карри же оказался в более патовой ситуации. Хотя казалось бы. Сразу после трейда многие поклонники воинов попросту взбунтовались. Они требовали от руководства объяснений. Обрушились на Карри с необоснованной критикой. И молодой парень столкнулся с небывалым давлением, которое могло разрушить его будущую карьеру. Сам Монта вспоминал об этом в одном из интервью. Ситуация была тяжелая. Меня только что обменяли в Милуоке. Болельщики были вне себя от злости. Они освистывали владельца на плановой пресс-конференции и говорили обо мне больше всего на свете. Осуждая обменный выбор, который пал на меня, а не на него. Будучи молодым парнем, ему было тяжело. И я это понимал. Я уважал Стефа и решил помочь ему чем только могу. Я позвонил Карри и сказал. Не беспокойся обо всем этом, чувак. Продолжаю серно работать. Ты отличный игрок, который попал в прекрасную ситуацию. Теперь это твоя команда. Критика будет всегда. Люди будут говорить всегда то, что они захотят. Но как только ты докажешь им своей игрой, что они неправы, тебя полюбят. Сам Стеф позже признавался, что эти слова стали одними из самых важных в его карьере. Полагаю, кем стал Карри, мне вам объяснять не нужно. Да и ролик у нас про другого игрока с более трагичной судьбой. Самое забавное, что дебютный матч Монты Элиса за Баг состоялся 16 марта, как раз таки против Golden State Warriors. Фанаты встретили Элиса стоячими овациями. А сам защитник записал на свой счет 18 очков, 4 подбора, 4 передачи в победном поединке. В целом сезон получился неоднозначным. Монта был такой же дырой в защите и при этом как будто сдал в своей атакующей игре. Возможно, система баскетбола в Милуоке отличалась от системы воинов. Возможно, психология или все в совокупности. Но просадку было видно невооруженным взглядом. Во втором сезоне за Оленей Элис вроде бы оклемался. Провел сильный чемпионат, сыграв во всех 82 играх, набирая по 19 очков, отдавая по 6 передач и совершая по 2 перехвата в среднем за встречу. Элис дважды становился игроком недели на Востоке. Регулярно приносил Оленям победы в важных матчах и помог таки Милуоке выйти в плей-офф. Для Монты это был лишь второй постсезон в карьере. Но, к сожалению, шансов против монструозного трио из Майами у команды Скотта Скайлса не было никаких. Монта стал лучшим скорером Милуоки в той серии, набирая по 14,5 очков. Но это далеко не то, что ждали от своего лидера. Хотя никто не предсказывал Милуоке победу, но тотальное отсутствие борьбы было попросту удручающим. Майами размазали Элису и компанию. Первый раунд так и остался потолком для того коллектива. Летом клуб и игрок приняли решение расстаться друг с другом. Элис направился в Техас, к дирку Новицки в Даллас. Он подписал с командой Марка Кьюба на контракт на 3 года и 25 миллионов долларов. Что было неплохой сделкой. В Далласе желали видеть совершенно другого Монту Элиса. Компетентного, ответственного и желающего работать на обеих сторонах площадки. В первом же тренировочном лагере команды он столкнулся с отрезвляющим критическим разбором со стороны тренерского штаба его баскетбольных недостатков. За 8 лет в НБА Монта приобрел статус типичного шутера лиги тех лет. Много бросков, низкий процент реализации, эгоист и плохой товарищ по команде. Именно это Монте высказывал Рик Карлайл, главный тренер Далласа на тот момент. И Монта отреагировал на это неожиданно профессионально и здраво. Он признал все недостатки, которые трудно было не заметить. И реально начал работать над собой. Карлайл не просто хайл Элиса. Он показал четкое видение системы, в которой Монта Элис будет важной частью его команды. И Монта это ценил. В Маврик собрался опытный состав ветеранов. Дирк Новицкий, Винс Картер, Шон Мэриан, Хосе Кальдерон и другие. У Элиса появился шанс набраться опыта от настоящих глыб НБА. Становиться лучше, развиваться. Пока такая возможность еще есть. Буквально за 2 месяца в команде игра защитника изменилась. Он стал выглядеть более сконцентрированно. Меньше бросал, но чаще попадал. А также принялся раздавать результативные передачи своим партнерам. Монта провел сильный чемпионат. Сыграв 82 играх сезона, набирая по 19 очков, отдавая по 6 передач и собирая по 4 подбора. Процент Элиса вырос с 41 из прошлого сезона до 45 в этом. Третий лучший по карьере. Маврикс набрали 49 побед в сезоне и вышли в плей-офф. В котором зрители получили возможность наблюдать великую 7-матчевую серию между Далласом и Сан-Антонио. Элис был одним из безусловных героев этой баталии. В третьем матче при счете 1-1 он выдал крутой перформанс с 29 очками. А Винс Картер завершил ту встречу с сумасшедшим гейм-винером под сирену. Даллас вышли вперед. Однако следующие две игры остались за шпорами. Счет 2-3. Маврикс на волоске от вылета. Однако Элис вновь подрубает режим праймового скорора. Набирает 29 очков, отдает 2 передачи и реализует победные штрафные в концовке. Счет 3-3. К сожалению, запала и сил на седьмую игру у Далласа уже не хватило. Шпоры забрали свое и впоследствии стали чемпионами НБА. Но та серия плей-офф для Монты получилась самой крутой за всю карьеру. Во всяком случае, на тот момент. В следующем году Элис получил полный карт-бланш на статус главного скорора организации. Дирк постарел еще сильнее. Чендлер Парсенс выступал очень нестабильно, а других качественных бомбардиров в команде практически не было. И временами Монта сиял как никогда. 2 декабря 2014 года он набрал 38 очков в двойном овертайме победного матча против Чикаго. 20 декабря вновь 38 очков против Сан-Антонио. По регулярке Элис вновь набирал около 20 за игру. А Даллас, одержав на одну победу больше, чем в прошлом году, вышел в постсезон. Где их уже ждали обновленные Хьюстон Рокетс с Джеймсом Харденом. Данная серия стала реальным шансом для Монты показать, что он все еще может играть на уровне суперзвезды. Его визави это уже суперзвездный к тому времени Харден. Такой же крутейший скорор, даже круче, выходивший в свой прайм. К сожалению, командной борьбы не получилось от слова совсем. Рокетс оказались на голову сильнее постаревшего Далласа. Однако Элис своей игрой не ударил в грязь лицом перед главным бородачом лиги. На 28 очков в среднем от Хардена Монта ответил своими 26-ю. Солидным процентом реализации в 47 пунктов с игры и 36,5 с трехи. Несмотря на результат с точки зрения командных показателей, та серия станет для Элиса лучшей. И уже не просто к тому времени, а в целом за всю карьеру. Таких перформансов от Монты фанаты в постсезоне, к сожалению, больше не увидят. Монте исполняется 30 лет и дальше мы вынуждены перейти к самому печальному этапу его карьеры. Уже летом Монта поймет, что в Далласе ему ловить особо нечего, учитывая командные перспективы Маврикс с их пенсионным фондом НБА в составе. Он перевозит свои таланты в Индиану, заключив в Спейсерс контракт на 4 года и 44 миллиона долларов. И это было провальное решение. Как выяснилось позже, именно реинтеграция в игру, которая произошла с Элисом в Далласе, была ключом к его успешной карьере. Как только Монта попал в менее структурированную команду, он резко начал регрессировать. 13,5 очков в сезоне, 15-16. В плей-офф он также вылетел в первом раунде, проиграв Торонто Рэпторс, и окончательно расклеился, как игрок и как человек. Психология переходила в неудачные матчи. Затем была травма Паха, которая выбила Монту из строя во втором сезоне за Индиану. Когда он вернулся, место Элиса уже было занято другим, более молодым и эффективным Гленом Робинсоном Третьим, а игровое время сократилось до 25 минут в среднем. В межсезоне руководство команды приняло решение расторгнуть контракт с Монтой Элисом из-за взаимной неприязни друг к другу и из-за его плохих результатов. Вследствие этого, кстати, организация платила тому зарплату аж до конца сезона 21-22. Такая вот печальная концовка. Почему концовка? Да потому что в баскетбол после этого Монта решил не возвращаться. Возможно, он ему попросту надоел. Возможно, уже никому и не нужен был сам Монте Элис. Факт остается фактом. Сезон НБА 16-17 стал последним в карьере талантливого скорора, который так и не раскрыл весь свой потенциал. Во всяком случае, так кажется лично мне. А вы что думаете? Что хочется сказать о данном персонаже, подводя итоги нашего выпуска. Монта Элис – один из тех ребят, кто в погоне за своей мечтой потерялся в лабиринте своих успехов. Его целеустремленность, помогавшая в начале карьеры становиться лучше, перевоплотилась в эгоцентризм и нежелание принимать свои недостатки. Его сильные стороны в моменте стали слабыми. Его переход в Даллас стал настоящим просветлением, которое способствовало временному возвращению на рельсы, движущие в нужном направлении. Однако этот переход случился, как кажется, слишком поздно, да и ненадолго. Впереди Элис в Даллас чуть ранее, познакомившись с Риком Карлайлом и Дирком Новицке, он мог бы переступить эту суперзвездную ступеньку, эту суперзвездную болезнь. Но история не терпит сослагательного наклонения. Так или иначе, Элис – это определенно яркая вспышка в лиге, которая дарила позитивные эмоции фанатам, особенно из Голден Стейт и Далласа. Это человек, который помог Карри даже тогда, когда тот стал объективной причиной для его обмена. Человек, который является примерным семьянином и воспитывает детей, как хороший отец. Монта выбрался из бедности и страданий, попал в лучшую лигу мира и провел там не самую худшую карьеру, давайте будем честны. Как минимум за это он действительно достоин нашего уважения. А на этом, наверное, все. Оставляйте в комментариях ваше мнение по поводу карьеры героя нашего сегодняшнего ролика. Каким вы запомнили Монту Элиса? Помните ли вы этого парня вообще? Будет очень интересно почитать. Благодарен вам, что вы досмотрели данный ролик до конца. Надеюсь на вашу поддержку и обратную связь. Только от этого зависит жизнь данной рубрики на моем канале. Подписывайтесь на наши социальные сети, ссылки, как всегда, в комментариях. Будем прощаться. Услышимся в новых видео на моем канале. Любите баскетбол, всего вам самого доброго, не болейте и до связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.